Ленинградская ордена Ленина киностудия Ленфильм, 1947 год. Жизнь в цитадели. Сценарий Трауберг по пьесе Якобсона. Постановка Раппопорт, главный оператор Иванов. Художник Ени, композитор Капп. Режиссеры Руф и Сяря. Директор фильма Голдин, художественный директор Васильев. В ролях Аугуст Миллос, профессор ботаники в отставке. Кугулау Эва Миллос, его жена Тальви. Карл, их сын Кильгас, Лидия, их дочь Лаац. Ральф, сын профессора от первого брака Ройала. Доктор Рихард Миллос, племянник профессора. Сяреф. Анна, экономка в доме профессора Миллоса, Куускэма. Анц Куслоп, майор советской армии, Нуудэ. Кийнас, плотник Рейнвир. Головин, профессор медицины Добронравов. В эпизодических ролях Лаутер. Каллена, Пинна, Витц, Кирк, Хилла, Рахе, Пансо. Производство Ленфильм, 1947 год. Повторная синхронизация на Таллинской киностудии, 1960 год. Режиссер Рейман, звуковой оператор Сапсай. Режиссер Рейман, звуковой оператор Сапсай. Очередная прогулка гестапо. Они ищут кого-то. Или хватают таких, как я. Зачем? Ты что, не знаешь? Посылают окопы рыть. Русские близко. Тихо. Сиди дома. Тебя не тронут. Никто не сунется в цитадель профессора Миллоса. Я побегу, посмотрю. Карл, если отец узнает, он узнает, если ты не выдашь. Подожди, я сейчас вернусь. Карл. Карл. Добрый вечер. Добрый вечер. Это дом профессора Миллоса? Да, профессора Миллоса. Скажите, здесь живет женщина по имени Анна. Анна? Да, мне нужно ее увидеть. Боюсь, что вам не удастся. После восьми часов никто не может войти в наш дом. И никто не должен выходить. Это уже против правил. Что я здесь сижу и болтаю с посторонним человеком? Я вас не выдам. Мне нужна только Анна. Придется обождать до утра. Тогда, может быть, вам отходят ворота нашего замка. Простите. Мне надо идти. Я не могу ждать. Слышите, не могу. Скажите ей... Анс. Анс. Что с вами? Что с вами? Пусть приведет Кейнаста. Плотника. Простите, пожалуйста. Простите, я не поняла. Карл! Кто это? Не знаю. Ему нужна наша Анна. Мне кажется, он оттуда. Ты понимаешь, откуда? Значит, это его и ищут. Его надо спрятать в доме. Ты с ума сошла? Они обыскивают все дома. Нашли вы его, наконец. Нет, господин оберштурмфюрер. Вот возьми вас и вашу болтовню. Сейчас я сам покажу вам. Как надо искать. Улыбайся, девочка. Приятнее улыбайся. Это очень культурные люди. Они не сделают тебе ничего плохого. Что это за дом такой крайний там? Там были? Нет, господин оберштурмфюрер? За мной. Ну, это просто такой порядок, понимаешь? Такой порядок. Откройте дверь. Сейчас же. Откройте дверь. Анна. Анна. Анна, что это? Пойду посмотрю. Где он? Только что через ваш забор перелез человек. Я вас спрашиваю, где он? Здесь никого нет. Обыскать дом. Где хозяин? Почему он прячется? Мой муж работает у себя в кабинете. Туда не доходит шум. Добрый вечер. Где вы прячете мерзавца? Что вы сказали? Вы строили вокруг берлоги высокий забор, чтобы делать грязные дела в тайне от властей. Укрывать преступника. Я никого не укрываю. Люге! Я сам смотрел, как он лез через забор. Где он? Я не понимаю вас, господин офицер. Я работаю и о ваших делах ничего не знаю. Не знаете? Так будете знать. Я научу вас, как работать. Будете окопы рыть. А кто это? Ральф. Мой старший сын. От первого брака. Старший сын? Да. Он не живет с нами с тех пор, как окончил университет. Как ваше имя? Аугуст Милас. Ах, Аугуст Милас. Так, так, так. Профессор Аугуст Милас. Очень приятно с вами познакомиться, господин профессор. Ну и чем вы тут занимаетесь? Я заканчиваю свой труд по систематике мхов. Мхов? А, мхов. Пусть будет мхов. Я тоже уважаю науку. Эй, Роберт Штурмфюрер, мы нашли его. Нашли. Кого? Вот этот перелез через забор. Этот мальчишка? Карл, сколько раз я тебе запрещал? Молчать. Кто он такой? Мой младший сын. Больше никого? Так точно. Благодаря Богу, что ты сын знаменитого профессора Миласа. Ушли? Ушли. Да, палитка сломана. Сделаем новую. Чтобы ее опять сломали. Они больше не вернутся. Вы видели, они должны были отступить. Небывалое чудо. Не чудо, а результат простой логики. Только не надо ни во что вмешиваться. Нельзя выходить из нашего дома. Ты совсем отбился от рук, Карл. Придется завтра с тобой серьезно побеседовать. А сейчас... Спать. Но, отец... Конечно, спать. Карл, я не понимаю, как ты можешь спорить? Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, и закройте покрепче парадную. Анна! Тебя ждет человек. Мы его спрятали. Его имя Анц. Он ждет тебя и старого Киенаста. Анц. Они рассчитывают, что советские войска будут наступать именно здесь. Вы это проверили? Да, вчера они загнали все население сюда окопы рыть. Ты давно его знаешь, Анна? Это мой сын. Сын? Ты нам никогда не говорила, что у тебя есть сын? А, зачем? У других матерей и сыновья видели в детстве только радость. Мой сын с детства знал труд и проблемы. У других матерей и сыновья уехали в дальние края наживаться. Мой сын поехал в Испанию воевать. Зачем мне говорить о своем сыне? Когда-нибудь он сам о себе скажет. Ну, я пойду. Да. Это, наверное, очень страшно идти одному. А я не один. На всем пути я нахожу друзей. Я нашел их даже в доме профессора Мировса. Не судите неверно о моем отце. Он просто не любит политики. Он закрыл двери и перед немцами в 41-м году. А теперь немцы сломали эти двери. Странно. Они меня так легко отпустили. Они знают, что скоро конец и прикидываются друзьями. Ну, до скорого свидания. Возвращайтесь скорее. Постараюсь. Спасибо. За что? За то, что вы вышли из дому после восьми. До свидания. До свидания. Будь здоров, Анц. Пошли. Защищайся, дружище. Защищайся. Шах. Ого. Не пугай. Неплохо. Ухожу сюда. Шах. И мат. Мне сегодня везет, или ты на редкость плохо играешь. Но ты можешь отыграться. Эва, не дашь ли ты нам чашечку кофе? Да, сейчас. Этот грохот. И Карла все нет. Лидия, поставь кофейник. А где же Карл? Я послала его с Анной к сестре за картофелем. Но ведь я сказал не выходить. Но ведь нет, в этом доме никто решительно со мной не считается. Так, начнем. Нет, извини меня, Аугуст. Не могу. Сочиняешь новые стихи? Нет. Это не получается. Я перестал понимать. Нужна кому-нибудь моя поэзия? Она нужна тебе, Лилок. Поэзия, как и наука, должна быть убежищем духа, а не постоялым двором для властей. Твоё дело сидеть в кабинете и работать. А за твоими дверьми пусть грызутся политики всех мастей. Ну, как дела, Киеваст? Ну, вот, ваша калитка готова. Может быть, не такая крепкая, как раньше, но теперь больше некому будет её ломать. Придётся выпить рюмочку, Киеваст. Спасибо, господин профессор. Внучка пришла за мной. Надо идти. А, Марта! Как ты выросла? Совсем барышня. И вы разрешаете ей выходить, когда в городе такой шум? Это нехорошо. А с ней ничего не случится. А шум этот... Хороший шум. Такой замечательный мастер. Уже дедушка. Ну, что вам за дело до этой кутерьмы? Странно мне вас слушать, господин профессор. Вы раньше были совсем другим. Да, это было счастливое время. Мы ходили с тобой по болотам, отец. Ты рассказывал о своей работе, о подземных потоках, которые могли унести лишние воды. И там, где были осоки и мох, цвели бы розы и колосился хлеб. Розы и хлеб. Что ты, мальчишка, смыслишь в этих делах? И я был молод. Глуп, как и ты. Мечтал, строил всякие планы, таскался в приемных, унижался в банках. И что я там слышал? Напрасная трата средств. Пустые мечты. Нет, все это кончено. Вот кто еще имеет право на сказку. А меня уж оставьте в покое. Прощайте, профессор. Так, значит от рюмки отказываетесь. Надо готовиться к завтрашнему дню. До свидания. Завтрашний день. Завтрашний день. Никто не хочет понять, что я тоже работаю для этого завтра. Для послезавтра. Добрый день. Добрый день. Спасите нас. Господин профессор, спасите нас. Не понимаю. Мы уезжаем. Подожди, Фриды. Я твердо решила, пока не поздно, надо ехать на запад. На запад? Все время только на запад. Как будто солнце восходит с запада. Что дал вам запад, госпожа Вярихен? Может быть, вы правы, но все-таки лучше уехать сейчас. Все это прекрасно, но при чем тут я? Мы должны пойти и просить, требовать для местной интеллигенции, ведь вы же, ваше имя, профессор. Мировое имя. Они дадут нам автобус. Нужный грузовик. Оставь, Фридрих. Я знаю, что хочу. Кто вам сказал, что я хочу уехать? Зачем же вам оставаться? Разве вы не можете заниматься наукой там? Я здесь родился. И это моя родина, господин Вярихен. Ах, мы тоже пламенные эстонцы. Но в эти жуткие времена, где же она, наша милая Эстония? Если ее нет нигде, она будет в этом доме. Очень, очень жалею, что не могу вам помочь. Не хотите ли выпить чашечку кофе? Кофе? Когда речь идет о жизни моей, Фридриха Лехте? Кому ты улыбаешься, Лехте? Я никому не улыбаюсь. Что будет с нами? С нашим фарфором? С мебелью? Наверное, какой-нибудь снаряд угодит в нас. Я это предчувствую. Клянусь, меня даже сейчас дрожь пробирает. Дорогая Ева, мы недавно купили такой сервиз. Фридрих, пойдем домой. Спрячем наш фарфор в погреб. Лехте, подождите меня. Я пойду с вами. Разве ты не останешься? Мы хотели играть. Мне не до шахмат сегодня. Прощайте, господин. До свидания, Аугуст. Слышите? Вы будете виновником нашей гибели, профессор. Я буду виновником гибели их фарфора. Жалкие трусы. Напрасно ты издеваешься. Незачем мальчишке судить о делах взрослых. Иди, будем кофе пить. Я уже не мальчишка. Ты забываешь это. Никому не могу угодить. Ни Киносту, ни Верихенам. Даже своим детям. Кто там? Ты, Лилок. Здравствуй, дядя дорогой. Дорогой дядя. Рихард. Ты? Я, я. И еще раз я. И кроме меня, и еще кто-то. Добрый вечер, отец. Ральф. Да, это я. Ты не ожидал меня? Сюрприз, не правда ли? Откуда ты? Откуда? С тернистой тропы беженцев. Откуда в наши дни приходят тысячи? Да, беженцы. Нас, как и всех, хотели отправить на запад. Пришлось уходить, тайком бежать. Что ты делал все эти годы, Ральф? Когда-то ты хотел отдаться науке. Удалось тебе это? Почему ты не написал? О, мы были очень заняты. Ральф, конечно, своей наукой. А я врачебной практикой. Это хорошо, что ты пришел, сынок. Ты мне очень нужен, но... Почему же мы стоим? Идем в дом. Нет, нет, отец. Ни в коем случае. Смотрите, смотрите, кто вернулся. Мой Ральф и Рихард. Теперь вся семья в сборе. Весь мой милый Синклид у меня под крышей. Сюда. Субтитры сделал DimaTorzok. Если опоздаем, немцы взорвут ратушу и вокзал Весь город взлетит на воздух Налево далеко, направо ближе Но там болото, ночью трудно будет пройти Ведется вправо, мы обязательно должны выйти им в тыл Ядя Киенаст Ядя Киенаст А, Карл, что ты хочешь? Если нужно ехать через болото, я могу указать путь Я там сто раз сходил с отцом Разрешите, товарищ командир? Что вы скажете, Киенаст? Пусть едет с нами Ну, садись Так-так, значит мешали и твоей научной работе Это правильно, что ты от всего ушел Я тоже ушел из университета, когда эти господа из банка стали заправлять наукой Я не пустил туда ни Лидию, ни Карла Там их все равно научить не могли ничему хорошему Ага Не обращай внимания Это нас не касается Ты пришел очень кстати, мой сын Мне давно нужен помощник Смотри, вот что я сделал За эти годы история мхов от мелоценна до голоценна А это систематика торфяных мхов Первые две части Возьми, прочти А это что? Это... это случайно Здесь мой старый труд по осушению болот Вся моя молодость здесь В этом труде и самые тяжкие разочарования Возьми, если хочешь Можешь прочесть Полюбоваться, какими иллюзиями тешился твой отец Что случилось, Эва? Карла нигде нет Как нет? Наверное, он пошел с Рихардом в аптеку Не волнуйся, отец Они сейчас вернутся Но он только что был здесь Я сам разговаривал с ним Карл Карл Карла нету А где он? Он поехал с военными через болото Через болото? Ночью? С военными? Я ему категорически запрещал выходить из дому Этот мальчишка погубит себя Я бы сам не пошел ночью через болото Карл хорошо знает дорогу Мы здесь болтаем, а он помогает спасти наш город Молчи Я бы хотел знать, будут меня наконец слушать в моем доме или нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ральф! А? Я видел его Кого? Человека, по которому мы меньше всего соскучились Он тебя узнал? Да Я думаю, ему сейчас не до нас Ты уверен? Будем надеяться В городе здорово взялись за немцев Может быть, и его там прикончат Запер калитку Нет Добрый вечер С вами говорить можно? Можно Хорошо Хорошо, господин оберштурмфюрер Пусть поговорит Плохо сделано, братец Что же будет, если он не один? Наши! Наши! О, как видите, мы тоже здесь сражались И не без успеха Непривычная работа Очень непривычная Жаль, что поторопились Это вы его? Нет, это он Мой доблестный кузен Вы военный? Нет Нет, я ученый Но такое уж время Надо думать о самозащите Анц Куслап Здравствуйте Добро пожаловать Вы ранены? Просто царапина Я перевяжу вас Больно Нет Суйте спокойно Что вы там увидели? Это было у того дерева, да? Нельзя сказать, чтобы у вашего дома был приветливый вид Один только забор может нагнать тоску И все же я второй раз не чувствую себя здесь чужим Значит, вы не забывали нас? Нет, не забывал Спасибо И до свидания Всегда вы торопитесь У меня тяжело раненые Нужно отыскать помещение для операции Может быть в нашем доме? А профессор согласится? Конечно согласится Ну тогда все в порядке Благодарю вас Уже уходите, товарищ майор? Вы бы отдохнули Увы, некогда У них раненые Они просят твоего разрешения привезти их сюда Я не понимаю тебя, Лидия Пустить в наш дом войну Кровь, беспокойство Зачем? Эти люди отдают жизнь, чтобы освободить нашу родину Чтобы спасти нас всех Отцу нужно работать А тебе первый попавшийся офицер дороже покоя отца Ральф Ну-ну, Ральф Речь идет о раненых Они же не воюют Скажи им, Лидия Я с удовольствием предоставлю свой дом для раненых Да-да Офицер был весьма бравой наружности Война отняла у нас нашего мальчика Я так хотел уберечь его от всех бед А он Нет, Аугуст Не война Не война виновата Мы сами Он не хочет жить по-нашему Почему же Ральф меня понимает? А Карл Это вечный дух противоречия Твое наследство, Аугуст Это там, в болотах Ева Куда ты? Твое наследство Отец Знаешь, кто среди раненых? Сандер Ян Сандер Профессор Профессор Милос Сандер Господи Гражданин Здесь раненые Вы не можете так пройти Но это мой дом Может быть Но без халата вы не пройдете Вот, пожалуйста Сандер Сандер Как давно мы с вами не виделись А теперь вы ранены Воюете Но зачем? Сколько совместных трудов И планов Мечтаний Для того я и воюю, профессор Чтобы мечта перестала быть мечтой Этого никогда не будет Нашему миру нужно лишь то, что калечит Рушит, уничтожает Вас будут оперировать Меня должен оперировать Профессор Головин Но Никаких Но если речь идет о вашей жизни Я сам поговорю с ним Не надо утомлять больного перед операцией Что скажет профессор? Вот он Это он? Да 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 Продолжение следует... Ну, как дела, Сандер? Я рад, что попал в дом своего учителя. Позвольте познакомить. Полковник Головин. Хозяин дома, профессор Милас. Военного звания не имеет. Я слышал, вы тоже воюете, профессор? Я воюю? Ну да. Вы, кажется, объявили беспощадную войну болотом. Нет-нет, я ни с кем не воюю. Болотами в этом смысле я давно не занимаюсь. Жаль. Это хорошая война. Общий наркоз. И ваши статьи носили весьма боевой характер. Вы читали мои статьи? Читал. Где здесь можно помыть руки? Прошу сюда. Сандер очень одаренный ученый. Как вы думаете, профессор, он останется в живых? Постараюсь. Вы очень волнуетесь? Да, день был очень тяжелый. Да, тяжелый, но победный. Хорошая у нас артиллерия. Она теперь решает все. Как? Ученые, спасающие жизнь, восхваливают пушки? Пока вы спасаете одного человека, пушки вырвут тысячи жизней. И каких жизней погибают ученые? Кто будет дальше двигать науку? Это безумие. Надо спасать науку для мира. Пожалуйста. Надо сначала спасти мир для науки. А пока что пойдем спасать жизнь ученого. Что случилось? Дайте аварийный свет. Теперь операция невозможна. Немецкий порядок уходит из городов. Взорвали электростанцию. Значит, они не пришли? Погибли в болотах? Вот он, ваш мир, в котором можно лишь разрушать. Почему же? Можно еще уничтожать разрушителей. Простите, профессор. Жалко, что не могу побеседовать. Товарищ полковник здесь? Да, там. Мама! Мама! Мама, только что сообщили, они в городе. Они прошли. Тихо, тихо. Там операция. Киност и Карл провели их. Карл, вы подумайте только, что наш Карл спас город. Ура, Карл. Ты слыхал, Ральф? Этот скверный мальчишка. Но за Еву я очень рад. Она так волновалась. Я рад, отец. Теперь ты можешь спокойно работать. Ты прав, мой сын. Это все мешает. Мешает. Один ты понимаешь меня. Здравия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но зачем? Игра ведь проиграна Игра продолжается Ты думаешь, кроме немцев не найти хозяев? После бури чайки прилетают вновь Ты примешь их? Пусть прилетают И еще раз Он да здравствует Превыше всех Он да здравствует Да здравствует Еще раз Пусть да здравствует он Здравствует он Здравствует он Бокалы вместе Пусть звенят Пусть звенят Да здравствует Спасибо Спасибо, мои друзья Благодаря вам я могу завершить мой труд в это смутное время Да, смутное время Да, вы правы Страшные времена В нашем доме, например, жил один немецкий офицер Ах, как он ухаживал за мной А потом он украл наш голубой сервиз И убил дочку соседей Ах, сволочь какая Да, дорогая госпожа Вяерихин В других местах они просто убивали А у нас ухаживали и убивали Я хочу выпить за тех, кто их выбросил из нашей Эстонии Почему бы тебе не выйти на улицу, Аугуст И взглянуть на этих людей, прошедших от Волги до Балтики Это куда занятнее твоих трав У моих трав одно преимущество Они тихие А на улице довольно шумно Анна! Анна! Не открыты ли у нас двери? Вы ко мне? Это ко мне, господин профессор Это мой сын, Анц Майор Кууслаб Твой сын? Неужели сын нашей Анны? Здравствуйте Я очень рада Не хотите ли выпить с нами бокал вина? Лидия, принесите бокалы Прошу Прошу, господа Познакомьтесь Майор Кууслаб Писатель Лиллак Господа Вяерихейни Остальные Моя семья Здравствуйте, товарищ майор Здравствуйте У нас сегодня скромный праздник День моего рождения Поздравляю вас Поздравляю вас Я слышала, что в советской армии есть настоящие эстонцы Но, откровенно говоря, я до сих пор не верила Это моя дочка Лехте Улыбнись майору, девочка Очень приятно быть знакомой с советским офицером Особенно в такое время Пожалуйста Рад поздравить с двойным праздником Двойным? Вы не слышали радио? Эстония освобождена от немцев Наша родина свободна Прошу садиться Спасибо Вы теперь останетесь в городе? Нет На рассвете мы выступаем Просто не понимаю Вы свое дело сделали Выгнали этих мерзавцев из Эстонии Дальше пускай гонят другие Война А зачем эта война нашей Эстонии? Зачем нам все эти неприятности? Наш народ такой миролюбивый Так ненавидит все жестокое Это не совсем так Я мог бы вам рассказать Как в одном лагере Господа соплеменники Пытали до смерти Мучили людей Неужели наши соплеменники? Да Я знаю, что вершителями судеб Там были эстонцы Они не уступали немцам Ай-ай-ай Какие мерзавцы Их до сих пор не нашли? Пока нет Но найдут Майор Кууслоп Стоит ли вспоминать это в такой радостный день? Извините Сегодня действительно радостный день Может быть? Нет, спасибо Сегодня вечером у нас будет митинг Не согласитесь ли вы сказать несколько слов? К сожалению Я не оратор Я не знаю Ты обязательно должен выступить, отец Майор Кууслоп деликатен Он просит Он имеет право приказывать Я могу только просить Просьба или приказ Все равно Я всегда держался в стороне от политических страстей Я не пачкал рук ни при царизме Ни при нашей власти Ни при немцах Благодарю за приглашение, майор Кууслоп Но принять его не могу Да Дядюшка прав Ораторы выступают Доктора лечат Ученые занимаются наукой Выпьем за мирный труд ученых За науку Мы еще не выпили за тех, кто выбросил немцев из нашей страны За советскую армию Не понимаю, Карл Откуда у тебя такие воинственные наклонности? Не было ли в вашей семье военных? Профессор Мой дед был рыбак Мой отец ученый Военных в семье Милос не было Будут Теперь будут Что ты этим хочешь сказать, Карл? Ты меня учил, отец Что каждый обязан выполнить свой долг Я его выполню И ухожу в армию Самоубийство Куда ты лезешь? Я поступаю так, как все мои настоящие друзья Мальчишки Не знающие жизни Они готовы отдать ее за самое дорогое Как отдают ее все Как майор Куслоп Как ты сказал? Майор Куслоп Иди Отдавай жизнь, которую я дал тебе Ты думаешь, от этого что-то изменится? На моей памяти третье поколение отдает свою жизнь за лучший мир И что же? Опять льется кровь Опять идут в бой бесчеловечные, вооруженные до зубов армии Профессор Милес Я гость в вашем доме Но я не хочу, чтобы ложная вежливость заставляла меня слушать такие слова о моей армии Мне жаль, что вы не знаете этого Это великая идея, взявшая в руки оружие Как бы велики не были эти идеи, меня они не касаются Я ученый Я стою в стороне от всех этих схваток Я никому не навязываю своих убеждений Почему же все время приходят сюда, смущают меня и моих детей? Вы говорили о ложной вежливости Хорошо Я буду невежлив Я не хочу, чтобы в моем доме звучала другая истина, кроме моей Я не хочу, чтобы у меня забирали самое дорогое Свободу Вы извините меня, но я прошу вас не посещать больше мой дом Аугуст Вы предложили мне выпить Я пью за самое дорогое За свободу Я ухожу 30 лет я с тобой знаком, Аугуст Должен признаться, 30 лет я тебя не знал Не плачь, ради Бога Не плачь Я тоже заплачу Разве я плачу? Я веселюсь Так весело жить в нашем доме В цитадели свободы Свобода выгонять людей Свобода командовать всеми нами Лехте Идем, доченька Большое спасибо, Ева Все было очень вкусно Фридрих Я провожу вас Ах так Куда же вы, друзья мои? Ведь сегодня мой праздник КОНЕЦ 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 Да здравствует героическая Красная Армия Наша гордость и защитник КОНЕЦ 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 Майор Куслоп Майор Куслоп Лидия Мне так стыдно Если бы вы только знали Это самый тяжелый день в моей жизни Для меня это самый радостный день Для нас всех Но я... Не говорите, не надо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значит, вы уезжаете? Вы хотите, чтобы я остался? Чтобы все осталось по-старому? Оставить их в цитаделях и не мешать им? Вы о моем отце? Нет Не о нем Он только в плохой компании Есть еще другие любители цитаделей Помните, как они кричали? Не мешайте им драться в Испании Не мешайте в Австрии, Чехии Ни во что не надо вмешиваться А сами вмешиваются во все Я понимаю вас Но я хочу еще лучше понимать вас Я дома не останусь Я уеду в Тарту, в университет Что бы ни говорил отец До свидания, Лидия До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Удачно? Прекрасно прогулялся Чудесный вечер Анна? В него стреляли Возле нашего дома Ему нужен врач Надо сказать отцу Чтобы он опять его выгнал Не надо так говорить Его нельзя оставлять здесь Надо отправить в госпиталь Ему нужен покой Пусть полежит Пусть отдохнет Нет Я пойду Достану машину Господи, Рихард Может быть, Рихард дома? Рихард Как хорошо, что ты дома Вы можете сохранить тайну? У меня нет тайн И нет опыта в сохранении тайн Но для вас, милейшая тетушка Идем Скорее идем Это майор Куслоп Сын Анны В него стреляли Ай-яй-яй Что же они, эти бандиты? Плохо Очень плохо Надо принять спешные меры Есть прекрасное лекарство Я очень рад помочь нашему герою Я очень рад помочь нашему герою Положение ухудшается Боюсь, моя игла не поможет Но для очистки совести Будете свидетелем, дорогая тетушка Я делаю все возможное Ради бога, скорее Ну? Что? Оставьте Как оставьте? Он умрет, если... Нет Он из Куслопов Он продержится до госпиталя Но Рихард врач Он хочет его спасти Нет, не надо Ничего не понимаю Ради бога, скорее, Рихард, скорее Я не дам Я буду кричать В таком случае, я не знаю Нужна ли здесь кому-нибудь моя помощь? Я ухожу Что с тобой, Анна? Здесь все решительно сошли с ума У меня голова кружится от всего этого Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Не надо забывать, что профессору стукнуло сегодня 58 Я раньше не замечала у тебя такого тона, Ральф Мне кажется, ты многого не замечала Ты даже не замечала, какая ты красивая Как ты смеешь так говорить с женой твоего отца? Мещанские предрассудки, к черту! Ральф! Кто это? Кто это стонет? Ничего Там никого нет Скотом Не ходи, Ральф Не ходи Хорошо, я скажу тебе Сын Анны Какой сын Анны? Майор Куслоп В него стреляли, но он не убит Не убит? Тихо! Ему плохо Я не хочу, чтобы отец узнал Почему этот шпион опять попал в наш дом? Он что, твой любовник? Ральф, молчи Я не позволю нарушать покой отца и всех, кто мне будет мешать, я... Майор Куслоп, можете вы сию минуту одеться и уйти? Уйти из нашего дома Не спрашивай, Анна, не спрашивай Машина пришла Ты хотела ехать в Тарту, Лидия? В университет? Только не теперь, мама Я не могу, пока он... Он будет жить Скоро будет здоров Ты поедешь в Тарту И я поеду с тобой Да! Победа Победа, мой дорогой Опять где-нибудь немцев погнали Я не занимаюсь политикой, милый Я не стратег Я теперь штатный врач горздравотдела Завтра у меня лекция Венерические заболевания, как оружие Третьего Рейха Здорово, а? Поздравляю Да Были они уже здесь? Еще нет Пора идти Остался час времени Успеем Кто там? Это я, Ральф Да, сейчас, отец Вы еще не уехали на вокзал? Кстати, Карл просил всем передать привет Он сегодня уезжает Хм А ты разве поедешь на вокзал? Если позволишь? Нет В последнее время Эва и Лидия были так холодно со мной Кстати, я прочел твою книгу об осушении болот Вернуть тебе Нет, это не спешно Но вы хоть выйдете к машине Попрощайтесь с ними Аугуст, нужно поторопиться Счастливого пути Вот письмо, Анна Пойдешь сейчас же в город и передашь Уберу, тогда пойду Ты пойдешь сейчас Прошу тебя, Анна Подождешь ответа Хорошо Что там? После бурь чайки вновь перелетают Влетайте, птички Влетайте Ну Ну, все сделано На площади все готово Остаток спрячу себя Но Не бойся Дом профессора самое надежное место Наш уголь У тебя не залежится Что это за люди? Бывшие заключенные Были в лагере Недалеко отсюда В лагере Я разговаривал с ними Они рассказали мне, что с ними обращались наши соотечественники Неужели эстонцы? К нашему стыду Да Начальником там был некий Дитмар Дитмар? Вам знакома эта фамилия? Моя жена Нет, не Эва Первая жена Ее девичья фамилия Эта фамилия часто встречается Да, довольно часто Не задерживайся, Эва Хорошо, Аугуст Только я не знаю Может быть, так тебе лучше Теперь ты свободен от всех Один во всем доме Да Один ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы обронили бумажник, товарищ профессор А, это повестка из горсовета Но все равно пойти не могу Я занят Кстати, я не сказал, что вы обладаете избытком такта Я просил вас не общаться с моим домом Но вы все-таки... Я постараюсь не нарушать вашу просьбу Но если она распространяется на отдельных членов вашей семьи Которая теперь разбросана на большой территории То я не нуждаюсь в критике моих семейных дел, майор Куслоп Может быть, так лучше Это удел науки Splendid Isolation Блестящее одиночество Впрочем, я не одинок У меня остался мой сын Ральф Ах, да Ваш сын Ральф Он тоже ученый Он пойдет по моим стопам Отличный малый Я хотел спросить вас, профессор Чем вы объясните, что немцы почти три года не трогали вас? Вы забываете мои труды Мою известность Может быть, до некоторой степени даже заслуженную Есть люди, которые с этим считаются Даже этот ваш игрсовет Но туда не стоит идти Вы ведь заняты У вас много работы Как вы любите вмешиваться не в свое дело? Конечно, пойду, чтобы попросить их раз и навсегда Не присылать мне никаких приглашений В других частях Каждому досталась земля Вот это и есть советская власть А у нас Вальдры Например, у него под боком болото Разве это советская власть Если под боком болото? Причем тут советская власть? Разве советская власть сделала эти болото? Я так скажу Советскую власть потому и называют советской Что она советуется с народом Вот это я так понимаю Разве не советская власть сделала так Что я, простой крестьянин Сижу здесь с вами И могу говорить о нашей земле Так почему же советской власти Не подумать и о наших болотах? Природа есть природа Болота всегда останутся болотами Не всегда Сколько ли существует Эстония? Столько лет существует и болота в ней? Эй, конечно, конечно Почему вы не даете им говорить? Когда-то один человек сказал мне Что от болот можно избавиться Все вы его знаете Это наш профессор Аугуст Миллес Слыхал Только это не нравилось помещикам Ясно Больше земли, дешевле хлеб А нам это в самый раз Кажется, среди нас профессор Миллес Прошу вас сюда, товарищ профессор Расскажите нам о своем проекте Профессор Расскажите Товарищ профессор Народ просит Народ просит вас Просим Я не знаю У меня ничего нет Мой старый проект никуда не годится По всем отзывам Он не годится Извините, у меня нет времени Аугуст Куда же ты? Я не хочу этого обсуждать Опять берегить прошлое Опять надежды Разочарования Нет Аугуст Теперь не то время Теперь можно начать жить по-новому Ты знаешь, я опять начал писать стихи Сейчас их будут читать на площади Оказывается, я еще умею писать Я хочу, чтобы и ты был счастлив Я счастлив только тогда, когда меня оставляют в покое Аугуст КОНЕЦ Что с тобой, Марта? Все такие высокие И я ничего не вижу Не беда Я помогу тебе Какая ты нарядная сегодня Какие цветы Мой брат уезжает Будет митинг Я прочту красивый стишок Стишок? Ну тогда я останусь послушать тебя Вот он Хейно Хейно Вот какой день-то прошел Я старик Стоим здесь А как будто я сам еду кончать с Берлином Смотрите, наш Карл И как сидишь-то? Молодчина Молодчина, Карл Будь здоров, мальчик Будь здоров Куда вы, профессор? Хочу послушать, как Марта читает стихи Марта, Марта, девочка моя! Марта! Марта! Берегитесь! Уголь взрывается! Анна! Ральф! Анна! Рихард! Ральф! Рихард! Анна! 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 На основании опроса и медицинского освидетельствования спасенных советской армией узников лагеря и изучения обнаруженных документов комиссии установлено. Первое. В лагере содержалось постоянно от 3 до 5 тысяч заключенных, преимущественно русских, эстонцев и украинцев. Привозимые в лагерь подвергались организованному ограблению. У них отнималась одежда, деньги и все ценности. Наиболее трудоспособные отбирались для работы в лагере. Остальные прямо направлялись в газовые камеры. Узники, отобранные для работы, по мере того, как они в результате изнурительного труда и голодного режима теряли трудоспособность, также предавались сожжению. Ежедневно через газовые камеры проходило свыше 100 узников. Перед сожжением у трупов вырывали золотые зубы и коронки. Драгоценности, зубы, часы, кольца, серьги. Помимо газовых камер практиковалось сожжение на кострах, причем многих из сжигаемых не успевали предварительно расстрелять. Второе. Врачи лагеря проводили опыты над людьми, в том числе и над детьми. В течение августа месяца 1944 года были произведены опыты по прививке рака и других болезней, а также по вспрыскиванию ядов над 114 заключенными. Так, например, 27 августа были уничтожены 65 детей, отобранных главным врачом концлагеря. Третье. Комиссия обнаружила в складах лагеря мешки с 600 килограммов костной крошки от человеческих трупов для переработки в суперфосфат. Обнаружено также 29 птюков запакованных женских волос общим весом 300 килограммов. Кто здесь? Кто здесь? Извини, отец. Я увидел открытую калитку и захотел выяснить, кто посмел сломать твою цитадель. Я. Ай-яй. Неужели ты сам, дядюшка? Значит, калитка была недостаточно крепкой? Да. Недостаточно крепкой. Вот какие они, эти затворники-ученые. Такие годы сломать калитку. Это не шутка. Еще раз, прости, отец. Мы не думали, что ты так скоро вернешься. Ты принимаешь их отъезд очень близко к сердцу. Но ты должен стоять выше этого. У ученого нет семьи. Он должен ради науки пожертвовать, не задумываясь, женой, дочерью, сыном. Разве я не прав, отец? Ральф. Да? Я хочу, чтобы ты мне сказал. Да, отец. Откуда у тебя эти зубы? Какие зубы? Зубы? Какие зубы? Ну? Разве ты не понимаешь, дядюшку интересуют, ну, эти зубы? Ты помнишь анекдот про зубы? Ральф. Откуда у тебя деньги и золото? Ты рылся в моих вещах, отец? Ай-яй-яй. Это мой дом. И я хочу знать, откуда все это в моем доме. Я не понимаю твоего волнения, отец. Деньги и золото не мои. Знакомые дали мне их на хранение. Да, до завтра. Только на один день. Все это у них осталось после немцев. Честные люди. Бежали, как и мы. Дантисты. Люди. Какие люди? Кто эти люди? Все-таки непонятно, отец. Что за странный допрос? Разве я не могу принять друзей? Разве я здесь чужой? Разве я не твой сын? Разве я не Милес? Нет, ты не Милес. Скажи мне, что ты делал все эти годы, Ральф Дитмарк? Если ты не хочешь сказать... Тогда скажу, это я. Все эти годы... Ты и Рихард... Вы убивали и мучили людей. И даже сегодня на площади... А мой дом... Вы сделали цитаделью извергов и убийц. Бред. Делириум паранойя. Лучше умереть... Чем знать, что твой сын... Нет. Не сын. У предателя нет ни родины, ни отца. Надо пойти... Сказать... Он сошел с ума. Куда ты идешь? Что ты скажешь? Что ты укрывал сына? Плоти, кровь свою... Что может быть ближе? Ты думаешь, за предательство тебя наградят? Лучше молчи. И тебе не сдобровать. Не пугай. Я не боюсь ответа. И я отвечу. Ральф... Он в самом деле идет. Не уйдет. Стой! Не надо. Никаких следов. Подожди. Я принесу иглу. Одну минуту. Стоять! Простите, профессор, что я опять пришел без разрешения. Ничего, Аугуст. Ничего. Только ушибы. Нет, Лилек. Не только ушибы. Не знаю, смогу ли я когда-либо оправдаться. Сможете. Сможете, профессор. Сандер. Вы разве не воюете? Нет, профессор. Меня не пустили обратно в армию. Я занимаюсь мирным делом. Большим делом. Речь идет об осушении болот в нашей республике. Я прибыл сюда из Сталина, чтобы просить вас от имени правительства, от имени нашей партии, стать во главе этого дела. Нельзя было его волновать. Карл, ты еще не уехал. Меня отпустили на час. Хорошо. Поезжай, Карл. Помоги спасти этот мир для науки. Нет. Для счастья человека. Напрасно встаете, товарищ профессор. Ваши годы. Опять хотите меня учить, молодой человек. Ну что же, мой друг, я согласен. Я чувствую себя достаточно молодым, чтобы учиться. Как ты думаешь, Лилек? Мы еще успеем кое-что починить в нашей жизни. Прежде всего, надо бы починить калитку в заборе. Забор? Нет, у нас времени заниматься забором. Теперь я тоже начну воевать. И когда-нибудь мы вместе с тобой подойдем к окну. И там будут поля и сады. Будут цвести розы. И колосится хлеб. И всем моим соотечественникам, всем, кто хочет трудиться, найдется много земли. Живой, теплой, доброй. Фильм был переозвучен в августе 2012 года. Конец фильма.